Всем привет! Это будет вторая часть моего видео о моем заказе Faberlic по каталогу номер 16 2017 года. Всем тем, кому интересна тема Faberlic, оставайтесь со мной. Как вы видите, у меня поменялся цвет помады во второй части видео. И это значит, что я вам хочу рассказать и показать помаду, новинку текущего каталога. Она у нас сейчас идет как бонус за покупки по очень выгодной цене и называется она Бархатный сезон. Естественно, я в первом заказе купила два пробника. Я выбрала два цвета. И оттенок, который у меня сейчас на губах, это стильный клубничный артикул 452. Этот оттенок у меня есть в пробнике. Это для меня очень необычный оттенок и для меня это необычный выбор оттенка, потому что у него теплый подтон. Этот оттенок яркий, такого цвета у меня 100% нет. И этот оттенок мне очень понравился. Мне нравится именно как выглядит этот оттенок на видео. Конечно же, в повседневной жизни, на работу или куда-нибудь в магазин, куда-то выйти. Особенно сейчас осенью, этот оттенок кажется неуместным, мягко говоря. Ну а на какие-то там мероприятия, выходы или для съемок видео, мне кажется, очень классный оттенок. К сожалению, я его пока в полноразмерной версии не заказала, так как его не было на складе. Наносится очень трудно. Помада эта выглядит не полуматовой, а матовой. Она берется, если к ней прикасаться, но не так сильно. Это очень удобно, когда ветреная погода или вы ходите с распущенными волосами, как я. Волосы не будут прилипать к вашим губам. Ну, то есть я вижу в этой помаде плюсы. Следующий оттенок помады, который также у меня сейчас нанесен на губы. Это оттенок 460 и называется он пряный кофейный. Это третий снизу в текущем каталоге оттенок. Этот оттенок я заказала при своем втором заказе в полноразмерной версии, хотя вначале купила пробник. Здесь очень красивый лаконичный футляр матового оттенка, колпачок на магнитике. Оттенок мне очень понравился именно для повседневного использования. Это такой спокойный кофейный оттенок. Очень долго держится. Она очень равномерно сходит с губ. Очень красиво все выглядит, постепенно сходит. Аромат очень приятный, фруктовый. Очень комфортная помада. Мне очень понравилась. Я бы сказала, что она матовая, но не стойкая. Заказала я новинки. Тоже текущего каталога. Это вот такие пакетики размера S. Это артикул 78031. Не забываем смотреть в инфобокс. Я там оставляю всегда весь список и наименование продуктов, которые я показываю в видео. Все артикулы оставляю под видео. Вот такие пакеты размера S. Я купила три штучки. Такие же заказала и мама. Очень удобно будет на Новый год, например, в таких пакетиках дарить. Мне кажется, что и для мужчин, и для женщин подходит. Очень удобный размер, чтобы положить сюда, к примеру, жидкое мыло и крем для рук. Вот таким образом все помещается. Пакеты выполнены из плотного, из плотной бумаги, плотного картона. В магазине эти пакеты стоят дороже такого плана пакеты. Мне кажется, это всегда нужная вещь. Далее вот такой вот размер. Это мужской пакет. Уже размер M у него. Абсолютно такой мужской рисунок. Очень красивый, как мне кажется. И бока здесь синие. Мне кажется, очень красиво смотрится. Помещается сюда достаточно много. Мне кажется, тут весь набор даже войдет. Будут в следующем каталоге, по-моему, наборы. Типа таких вот Fomen или Lancelot. Удобно сюда будет положить. И еще один пакет, который я заказала. Уже размера L. Но мне просто очень понравился вот этот рисунок, цвет. Посмотрите, какая красота. Розовый пакет. Внутри полностью розовый. Я надеюсь, что все-таки как-то видно этот прекрасный, красивый рисунок на пакете. Очень мне понравился. И думаю, что так же мне пригодится. Просто не смогла пройти мимо новой серии в линейке Beauty Cafe. Это французский десерт. Я как увидела вот это оформление, я просто влюбилась в него. Просто замечательно это все выглядит. Заказала я вот такое жидкое мыло, французский десерт. Это крем-мыло для рук. Заказала я крем для рук. В общем, 4 продукта заказала. И давайте по порядку я вам расскажу. Крем-мыло для рук. Такие же свойства имеет, как и любое. Крем-мыло от компании Faberlic. Французский десерт не сушит кожу. Пахнет эта линейка для меня печеньем топленое молоко. Это такие квадратные печенья. Из детства, наверное. Продаются очень часто на развес. Запах у всех средств одинаковый. Просто где-то более интенсивный, где-то менее интенсивный. Очень приятный. Кстати, запах еще какое-то время остается на коже. После использования мыла. Далее крем для рук. Питательный французский десерт. Легкий питательный крем на дневное использование. Имеет очень красивый розовый цвет. Прекрасно впитывается в кожу. Не оставляет жирной пленки. Радует своим потрясающим вкусным ароматом. Да и просто за оформление можно взять. Очень красиво это все выглядит. Замечательное просто оформление. Далее у меня гель для душа. Уже тоже один раз тестировала. Очень приятный аромат. Легкий, ненавязчивый. Пенится не очень сильно, я бы сказала. Но справляется со своими функциями. В принципе, как все гели для душа из этой линейки. И последний продукт. Это такое вот увлажняющее суфле для тела. Объем 150 мл. Имеет очень приятный запах вот этого печенья. Я с удовольствием им пользуюсь. Оно очень хорошо увлажняет кожу. Питает ее. Не оставляет также жирной пленки после себя. Очень комфортное чувство на коже. Расход, правда, не очень экономный. Здесь очень такая приятная розовая консистенция. Вообще приятно лазить руками в эту баночку. Буду пользоваться с удовольствием. И аромат вот этого вот суфле часами просто задерживается на вашей коже. У меня даже одежда, в которую я оделась после использования этого крема, пропахла этим ароматом печенья топленое молоко. Так что, если хотите пахнуть печеньками, заказывайте это суфле для тела. Просто обалденный аромат. Буду пользоваться с удовольствием. Следующий продукт, который я вам бы хотела показать, это новинка уже следующего, 17-го каталога. Это новинка в линейке Secret Story. Матовая губная помада под названием Первая Леди. Я увидела, что можно заказать пробники этой помады. Не знала даже, какой выбрать. В итоге остановилась на пробнике под артикулом 440-48. И называется этот оттенок пастельный розовый. Как-то он в каталоге выглядит более холодным. Этот оттенок у меня сейчас на губах. Я вижу, что он мне совершенно не идет. Он мне выбеливает губы. По нанесению эта помада суховатая, но наносится легко. Также легко и равномерно распределяется по губам. Имеет действительно матовый финиш. И очень приятный аромат. Она не ощущается тяжестью на губах. Очень приятная вполне помада. Оформление также очень красивое. Цена не очень бюджетная. Но я бы взяла, наверное, какой-то другой оттенок. Мне кажется, эта помада по своему нанесению очень схожа с помадой Бархатный сезон. Вот этой вот футляре я практически не вижу разницы. Ну, эта матовая чуть-чуть более суховатая. Она не стойкая, она отпечатывается не так сильно. Но и эта тоже не сильно отпечатывается. Поэтому не вижу разницы, зачем платить больше. Правда, здесь совершенно другие оттенки. Скорее всего, я такую помаду приобретать не буду. Я имею в виду не именно этот оттенок. Ну, этот оттенок, понятно, что мне не идет. В принципе, я уже не буду заказывать. Потому что помады у меня огромное количество. В итоге, честно вам признаюсь, я пользуюсь на улицу просто бальзамом для губ. Максимум блеск для губ. Поэтому решать вам, заказывать, не заказывать. Ну, рекомендую, во всяком случае, начать с пробника. Еще один продукт хочу вам показать. Это я купила колготки. У нас очень на склад мало колготок привозят. Но я все-таки поймала теплые колготки из бамбукового волокна. Это 120 ден. Оттенок здесь черный меланж. Размер 2С. Я всегда у Фаберлик покупаю размер 2С. Мне этот размер подходит. Рост у меня 167. Вес около 50 кг. Точно не знаю. Идеально мне подходят колготки второго размера у Фаберлик. Мне очень нравятся колготки. Здесь 72% бамбуковое волокно, 20% полиамид и 8% эластан. В прошлом году я точно такие купила в сером оттенке. Я их носила, не сносила за всю зиму. Они под конец все-таки немножко покрылись катышками. Но это не по всей поверхности, а так в местах, где колготки терлись о сапоги или незаметно. Если не присматриваться, их и не видно. Они не протерлись. Отлично ведут себя после стирок. Мне очень понравились эти колготки. Они действительно теплые. Я очень хотела черные колготки в прошлом году, но мне они не достались. Поэтому я очень рада, что смогла купить их в этом году. Здесь уплотненный носок. Посадка здесь по самую талию классическая. Не низкая, а нормальная. Плотные вот такие колготки. Черный меланж. Но я бы сказала черный. Чуть-чуть только такой. Меланжевая вот эта нить. Очень хорошие колготки. Я вот прям от всей души советую. Здесь широкая такая комфортная резинка, которая не перетягивает талию. И здесь идет шов. Один спереди и один сзади. В моем размере, по-моему, в М или в Л уже идет двойной шов сзади именно. И кому эта информация нужна, имейте в виду. Очень довольна колготками. И 200 ден меня тоже очень порадовали. Очень хочу еще в коричневом оттенке. Как только появится на складе, я обязательно закажу. И последнее, о чем бы я вам хотела рассказать, это об ароматах. Пять пробников ароматов. И давайте я начну по порядку. Первый будет аромат Бель Анж. Бель Анж это новинка следующего каталога, который будет совсем-совсем скоро действовать. Бель Анж это новинка линейки Маши Вэй Бьюти Бокс. Давайте я вам прочитаю пирамидку этого аромата. Верхние ноты. Бергамот, личи. В начале при нанесении, конечно же, чувствуются вот эти вот цитрусы. Ноты сердца. Ландыш, магнолия, крокус, черешневый цвет, клюква, красная смородина. Шлейф, мускус, амбра, кедр, кашемировое дерево, розовое дерево. Тестировала я не один раз этот аромат уже. И хочу сказать, что для меня больше всего в этом аромате выделяется ландыш из цветочных нот. Недаром флакону присвоен голубой цвет. Имеет такое немножко хрустальное звучание. Особенно этому хрустальному звучанию помогает вот эта нота ландыша. Честно скажу, что мне ландыш в парфюмерии не очень нравится. Это немножко не мое направление. И нота черной смородины, вот эта ягодная нота, она меня просто уже достала. Во всех ароматах Фаберлик, наверное, ее ставят. Ничего интересного для меня. Имеет немного сладости. Ничего такого сверхъестественного и необычного в этом аромате нет. Приятный такой себе аромат, простой. Заказывать я его точно не буду. Следующий аромат это мужской аромат. И это у нас аромат Фаберлик by Валентин Юдашкин. Этот аромат мне уже в старте нравится. Направление аромата древесно-пряный с морским аккордом. Пирамидки я не вижу. Этот парфюм создан французским парфюмером Бертраном Дюшафуром. Композиция воплощает элегантный дизайнерский стиль, заданный классическими древесными оттенками сандала и кедра. Вот я почувствовала сразу в этом аромате кедр. Очень яркая нота. Теплые ноты амбры и пачули звучат вызывающе роскошно. Оригинальное созвучие специй придает шарм и убеждает, что этот парфюмерный шедевр создан, чтобы восхищать. Красивое очень оформление флакона, насколько я вижу. Мне аромат показался интересным. По сравнению с остальными ароматами Фаберлик, этот аромат выделяется на общем фоне. Он имеет вот эту свежесть морскую, но в то же время какую-то перчинку, какую-то пикантность. Очень хорошо здесь чувствуются ноты кедра и морские ноты, но в то же время вот такая некая пряность. Пряность и морские ноты. Мне кажется, это сочетание двух направлений ароматов. Обычно либо восточные пряные, либо морские, акватические, фужерные. Здесь же соединяются два направления и получается такое что-то интересное. Мне кажется, этот аромат по прошествии времени будет еще играть. К сожалению, я не тестировала долгое время. Следующие три аромата это новинка в линейке Аромания, также в следующем каталоге. Аква, Эппл и Ванила. Странные очень ароматы, как мне показалось. Ваниль не такая кондитерская, как я ожидала. Она больше похожа на сухую такую шершавую ваниль. У меня есть ванильный подобный аромат. Не подобный, а в таком ключе. Ваниль Абсолют от Лартизан. И где-то смахивает. Здесь как будто ваниль смешана с какой-то вот резиной и ромом. Какая-то такая кубинская ваниль. Химическая немножко. Очень странное такое. Похоже на какую-то ромово-ванильную эссенцию. Аромат яблока также очень не похож на яблоко в прямом смысле слова. Очень такой странный аромат. Химозненький, сладенький. Ничего общего с зеленым яблоком или вообще с яблоком не имеет. В таком случае для меня. Аромат яблока самый приятный из этого трио. И последний аромат это Аква. Здесь же у меня совершенно не было никаких удивлений и поражений. Этот аромат типичный такой аромат водяных цветов. Напоминает аромат Променад от компании Фаберлик. И еще много других ароматов из других сетевых компаний. Из Эйвона что-то там такое бело-цветочное, морское. Этот аромат также сладкий. Также содержит цветы. И я бы не сказала, что это абсолютно свежий аромат. Это такой свежий в каталожном понимании. Как я бы назвала это. Не знаю, как вам понравилось мое описание парфюмерии. Я просто сейчас очень тороплюсь. И мне уже пора заканчивать видео. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Если да, то поддержите меня пальчиком вверх. Пишите ваши комментарии. Я вам желаю хорошего дня и хорошего настроения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok